Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Здарова, ёпта, нахуй, блядь. Вы знаете, я долго думал над тем, как можно сделать данный видеоролик вообще, чтобы всё было максимально нормально. Я долго думал, на какой канал это вообще заливать. То есть у меня сейчас на данный момент существует два канала про ТДС ДАН, который сейчас вот так вот переименован. Это, ну, сами понимаете, это абсолютно точно не то. Там уже никаких роликов выходить не будет. Можете оттуда отписываться, если мало ли кто-то об этом ещё не знал. Так вот, у меня существует два канала. Это ЗДС как бы на русском и канал Семён тоже на русском, да. На котором, по идее, должны выходить выпуски ДК. Это Данил Комментатор или, я не знаю, Данила Комментатор. Вот. Но проблема в том, что снимать всё это немного проблематично. Там, знаете, у меня нету какого-то оборудования для съёмки как раз-таки вот этих вот всех сериалов, сезонов, серий и всего прочего. Поэтому, ну, поэтому видеоролик выходит вот на этом вот канале. И перед тем, как я начну отсматривать этот фееричный бред по моему оценочному суждению и моему сложившемуся мнению, мне бы хотелось сказать, что по айпишнику описаний вы сможете зайти на Arizona Roleplay Phoenix и ввести там мой никнейм Данте Коннор. И при достижении вами пятого игрового уровня вы сможете получить себе на банковский счёт целых 300 тысяч вертовых. Давайте уже приступим к просмотру видеоролика некто Брайана Фьюри. Это не будет какой-то, знаете ли, обычной реакцией. У меня тут даже более-менее заготовлены тезисы на определённое время того, что я там как должен сказать. Поэтому, ну, сами понимаете. Давайте начнём. Цель данного видоса совершенно другая, как в своё время я делал видеоролик, посвящённый Марасу Шакуру, и он закрепился в САМПе как самый охуенный разъёбчик, кстати говоря. Закрепился в САМПе как самый охуенный разъёбчик. Это он серьёзно вообще? Или чё, то, что он сказал очевиднейшие вещи, взяв трансляцию, находящуюся в открытом доступе, и сказал просто какое-то своё мнение, предосудил Мараса, по сути, занимаясь популизмом каким-то, да, сказав то, что люди хотели услышать по поводу всего этого, дабы у них проснулось чувство того, что и с ними это произойти может. Ну, это называется самым охуенным разъёбчиком. То есть, если ты снял какую-то хуйню, эту хуйню выбила в рекомендации, и ролик набрал там полмиллиона просмотров, то это самый охуенный разъёб считается, да? То есть, по просмотрам считается. Ну, это забавно. Это не то, чтобы забавно, это странно, как бы, ну, так считать. Вот. Ну, а так Брайан Фьюри, разумеется, хороший человек, я ничего против него не имею, как бы очень классный чел, вот, да, ещё бы хуйню не нёс, конечно, в очках мухи-цикотухи, и всё было бы заебись. Ну, ладно, не мне судить. Точно так же я хотел бы высказать своё авторитетное мнение, конечно же, в скобочках, касательно того, что произошло буквально на этих днях. То, что я уже почти три месяца не снимаю ролики по сампу, не значило того, что мне этот сегмент в целом надоел. Это далеко не так, и я старался хотя бы немного следить за тем, что происходит у нас на самп-ютубе, кто кого там хейтит, кто кого разоблачает. Многие моменты я хотел разобрать, прокомментировать, сделать пару разоблачений. И вы понимаете, это же он не рофлит, он на полном серьёзе такой сидит и думает, на кого бы снять разоблачение. Постоянно мне вменяли в вину, что я кого-то там разоблачаю, когда на самом деле я просто высказывал своё мнение по тому или иному поводу, и мне всегда вменяли в вину то, что я, блядь, кого-то хочу разоблачить. Но тут человек как бы сам говорит о том, что, блядь, сидит, хочет на кого-то снять разоблачение. Зачем? Для чего? Нахуя? Разоблачение вообще стыдная хуйня, и я, не знаю, я никогда не делал разоблачений. Возможно, было, когда там, знаете ли, в начале, вообще там, я не знаю, возможно, года два уже прошло с того момента, как были какие-то подобия разоблачений и так далее. То есть сам по обзору, всё, что идёт после них, всё, что идёт до них там, я не знаю, за месяц 4-5, это всё, это никакие не разоблачения. Я просто всегда высказывал своё мнение, тут же человек прям говорит, что хочет кого-то разоблачить, хотел снять какие-то разъю, непонятно на кого, непонятно зачем. То есть, ну, это забавно. Но постоянно всё сводилось к тому, что, типа, ой, кому это нужно, пойду лучше займусь чем-нибудь поинтереснее. Неужели у этого человека, у Прайана Фьюри, наконец-то в голове уже проскакивали какие-то умные мысли, потому что, ну, это пиздец. Ну, в самом деле. То есть, я уже до этого смотрел данный видеоролик, конечно же, тезисы не выписывал, но у меня так бомбануло, блядь, с его тупости, настолько, блядь, что я даже не знаю. Возможно, он делает специально для того, чтобы спровоцировать кого-то, например, меня на какой-то ответ, либо там, знаете, чтобы комментариев побольше написали, но это пиздец. Потому что настолько тупым быть, ну, это может только, наверное, Прайан Фьюри. Если посмотреть на его разъёбы, да, как он их сам называет, то есть разоблачения, блядь, то, ну, блядь, ну, там никаких разоблачений нет. Просто открытые факты, которые и так все знают, он берёт, об этом рассказывает. И даже, знаете ли, выражает не своё мнение, в данном случае, как делаю я, как делает Ангел Касада, он, блядь, он просто выражает мнение толпы. Того, чё хотят люди, блядь. И это такой паразит ебаный. Это ещё хуже, чем какие-нибудь, блядь, просто ютуберы, которые делают что-то своё, блядь. Это намного хуже, блядь. А те хотя бы просто потворствуют мнению малолетних дебилов, делая чё-то своё, этот же уебан, потворствуют мнению малолетних токсичных дебилов, делая даже не своё. Не выражая даже своё мнение, блядь. Ну, серьёзно, это пиздец. Это, пи, этот человек, он, блядь, опасен для общества. Это, блядь, это паразит ебаный. Но вот конкретно эту ситуацию я не мог обойти стороной. Сами наверняка уже догадались, то, что речь пойдёт о таком современном исполнителе, создателе шедевров, музыкальных, конечно же, Биг Бэйби Тейп. Я являюсь его очень и очень и ооочень большим фанатом. Я восхищаюсь каждым его треком, особенно мне полюбился такой вот, знаете, хит, это твоя бу, я её, уфу, ебать, конечно, вспоминаю трусы и улетают. Данный человек по его собственным заявлениям занимается разъёбами, блядь, разоблачениями на GTA Самп Ютубе. Как бы не выражением своего собственного мнения, нет, он занимается именно разъёбами, разоблачениями, блядь, то есть не путает со мной, как бы, разъёбы, разоблачениями. И при этом этот же самый человек цитирует Влада Гантелью, вот эти вот какие-то его фразочки, берёт слова, но это, это пиздец. Этот человек опасен, блядь, это маньяк, нахуй, это, это пиздец, ребят, это, я не, блядь, ну, это всё серьёзно, говорю, вы думаете, почему вот данный ролик, он снят без камеры, да, хотя до этого у него вроде как ролики выходили с камерами, почему-то какой-то, блядь, геймплей из начала игры GTA San Andreas, почему он такой, да, потому что он боится по ебалу в виде он получил, блядь, каких-то здравомыслящих людей, блядь, за свои вот эти вот разоблачения, нахуй, пиздец, потворство и мнение малолетних идиотов, поэтому, блядь, лицо не показывает, ну, логично. Произошла такая интересная ситуация, связанная с самп-ютуберами. Некоторые ребята посмели, вы представьте себе, они посмели взять и включить пару треков Big Baby Tay по создателю современных шедевров, в общем, взяли и поставили пару песен на своих стримах. Обычно на ютубе может быть два исхода, когда ты пользуешься чьими-то треками, на которые наложены авторские права. Либо на видос накладывается обязательная монетизация видео в сторону самого правообладателя, либо видос просто закрывается, никто, кроме тебя, не может его посмотреть. Но здесь произошла другая ситуация. Третий лишний, казалось бы, должен был быть, но далеко не так. Из-за того, что некоторые самп-ютуберы поставили песни Big Baby Tay по у себя на стриме, им за это начали выдаваться страйки. Самое худшее наказание для любого ютубера, это, безусловно, страйк. Ну, в данном случае, как бы, Брайан Фьюри несет хуйню, и такой хуйни по всему ролику будет дохуя. Это еще, знаете ли, самое лайтовое. Да, обычно правообладатель на ютубе либо монетизирует ролик, либо блокирует его, типа, во всех странах мира. Однако, если посмотреть на вот эту вот ситуацию немного с другой стороны, по факту ютубер, включивший трек фоном у себя на стриме, дают доступ к контенту другого автора. То есть, незаконно его копируют и дают послушать на своих стримах, не указывая авторство, да, то есть, что незаконно, не критикуя трек, не создавая какую-то полемическую ситуацию, научную ситуацию, как бы, что разрешено применимо законодательством. Нет. Они просто незаконно транслируют музыку, что, как бы, ну, разумеется, запрещено не только правилами самого ютуба, ютуба, что запрещено применимо законодательством. И к ребятам не было бы никакого вопроса, с этим можно было бы даже пойти в суд, отставить свои интересы, если бы они критиковали вот эти вот самые треки. Либо на их тему спорили, либо раскрывали художественный замысел автора, либо делали какие-то все прочие вещи, да. Не было бы никаких проблем к ребятам, безусловно, да. То есть, а если бы и были, то можно было бы за это, как бы, нанять юристов. Сам, при этом, у нас все богатые, как бы, не сказать, что они все шарят в том, каких юристов нужно нанимать. Тем не менее, тем не менее, блядь, они в данном случае, если они, если у них музыка играла фоном, то это, ну, нарушение действующего законодательства, безусловно. И правообладатель сам решает то, что он хочет делать. Да, безусловно. Warner Music Group или Warner Music Russia поступили как ебаная крыса, как ебаная мышь, потому что никто так не делает. Но, с другой стороны, то, блядь, с другой стороны, их не волнует то, как вы использовали данное произведение. Абсолютно точно. Если вы давали доступ к несанкционированному прослушиванию, как бы, при этом не покупая лицензию на воспроизведение, при этом не давая каких-то прочих прав, вы нарушили закон. И по закону вас могут, блядь, ну, чуть ли не до 5 миллионов оштрафовать. Ну, вполне нормально, разумеется. Типа, то, какой будет штраф, сумма штрафа устанавливается судом. Тем не менее, люди, по факту, нарушили закон. И предъявлять, в данном случае, Big Baby Tape, и кому-то еще, что он будет делать дальше, это, ну, клевета. Ну, ладно, по сути, не клевета. Клевета немного другое. Оскорбление человека. Ведение в заблуждение людей, как бы, ну, сами понимаете. Вот. И, ну, как бы, все. Брайан Фьюри несет хуйню. Давайте смотреть дальше, как бы, что он скажет дальше. Потому что это было самое лайтовое из того, что он, блядь, тут показывал, рассказывал, блядь. Ибо, когда тебе он выдается, это уже ггшечка, братан. Ты не можешь не выкладывать ни видосов, ни стримить. Там свои ограничения, и они идут далеко не на пользу каналу. Брайан Фьюри в данном случае, опять-таки, несет полнейшую хуйню, которая непонятно вообще, каким боком тут присутствует. Потому что, ну, за первый страйк тебе не дают абсолютно ничего. За второй страйк, насколько я лично понимаю, дают ограничения на прямые трансляции. И то, когда у меня на канале было два страйка, никаких ограничений у меня также не было. Я мог стримить, я мог делать все прочее. Поэтому, ну, страйки по авторским правам, насколько я понимаю, они безобидны абсолютно полностью, пока у тебя не будет третьего страйка. С третьим страйком у тебя отключаются абсолютно все возможности твоего канала. Опять же, насколько я знаю, и насколько мне рассказывали по моим источникам, намного лучше, чем сказать ту хуйню, которую сказал Брайан Фьюри. С третьим страйком ты не можешь ни удалять свой контент, ни что-то прочее делать. Ты можешь просто смотреть, как бы, на свой вот этот вот творческую студию, смотреть на своих ролики и так далее. Не можешь заливать ни новые ролики, ни удалять старые, не можешь. И, ну, вот так вот. И у тебя есть неделя для того, чтобы все это оспорить. И тут Брайан Фьюри опять сказал полнейшую хуйню. Ну, логично. И для ясности, пожалуй, уточню, то, что за каждый стрим, на котором воспроизводилась песня тейпа, люди получили по одному страйку. И это привело к тому, что пару человек остались даже без своего канала на 2-3 месяца. А тут, по всей видимости, человек опять для драматического эффекта, непонятно, ну, ладно, понятно, для драматического эффекта человек опять преувеличивает, по сути, клеветая на человека. Что значит на 2-3 месяца остались без своего канала? А 2 страйка, ну, не дают, как бы, а 2 страйка не ограничивают тебя в выпуске видеороликов. Если у кого-то отключились стримы, то, ну, только стримы и отключились. Как бы монетизация, все остальное у тебя осталось. Ну, это, как бы, ну, логично. Я не знаю, сколько раз я за все это время скажу, ну, понятно, если у тебя 3 страйк, да, ты не можешь ничего делать. Но в смысле, остались без своего канала на 2-3 месяца. Если у тебя 3 страйк, да, ты не можешь ничего делать. Но и без канала ты, как бы, остаешься через неделю. Полностью. Не на 2-3 месяца, а через неделю и остаешься полностью без канала. Может быть, это прикол какой-то, рофл. Я не знаю, насколько вообще можно быть таким тупым. Почему, блять, почему элементарно Нельзя зайти в справку Google и почитать, что следует за страйками-то, блядь Почему? В чём проблема? По принципам сообщества, да, там жёсткая хуйня Первый страйк ничего не значит, там, потом второй страйк, он уже числится в статистике После третьего, получается, первый страйк это вообще ничего, это просто предупреждение И потом опять, первый страйк это уже у тебя, если не прошёл ещё тот за три месяца Если не прошёл у тебя вот первый страйк, ты, и прилетает ещё один То ты остаёшься без какой-то функции определённо, насколько я понимаю, это прямая трансляция Второй страйк прилетает, не можешь выкладывать видео неделю Прилетает третий страйк по принципам сообщества, всё, канал удаляется Как бы, возможно, он спутал принципы сообщества и авторское право, как бы Если он так сделал, почему нельзя об этом сказать в комментариях, хотя бы где-то написать То есть человек, по сути, опять оклеветал другого человека, заведомо зная информацию нужную Зачем, для чего, непонятно И то есть, в данном случае он говорит не про Warner Music Group, которые рассылали вот эти вот самые страйки Он говорит про Big Baby Tape, а дальше вы об этом ещё услышите, об этом ещё поймёте Поэтому, ну, сами понимаете Вы согласитесь со мной, если я скажу, что ситуация неоднозначная Но всё же можно найти грамотное решение, если немного пораскинуть мозгами Первые шаги сделали Вертеич и Фантомас Один попытался с помощью видоса донести то, что так-сяк получили страйки и надо разобраться Вы следите за самп Ютубом и без меня знаете, что это был Фантомас А вторым человеком был Вертеич Он взял и попросил людей, чтобы те зашли и написали тейпу под последней фотографией, дабы сняли страйки ребятам по сампу Флуд пошёл нормальный, аудитория у нас нихуя себе серьёзная, сплочённая Ну, Брайан Фьюри как бы красава, вот правильно делает Наша аудитория, у нас аудитория нихуя себе В смысле у нас, блядь Ты вносишь вклад в самп индустрию, ютубную вот эту вот, да А для того, чтобы она разваливалась своими разоблачениями Посмотри только на Мараса И потом называешь вот эту вот всю аудиторию ебаных детей Нашей, серьёзно Аудитория у нас нихуя себе, блядь Обобщая как бы всех абсолютно И человек, Брайан Фьюри, как бы показывает только первые два сообщения Как бы от Вертеича и ещё от какого-то человека Но при этом не показывает другие сообщения в инстаграме Биг Бэби Тейпа, которые как бы дохуя Где человека по факту просто оскорбляют за действия За даже не его действия За действия, блядь, партнёрки Человека оскорбляют Человеку желают смерти У человека там чуть ли, блядь, мам, пап не ебут Да, и всё это по велению Вертеича и всех прочих людей Которые офлудили Тейпу снять страйки Серьёзно То есть, блядь То, что человек не делал За это начинают его, блядь, хуесосить И ладно бы просто спокойно написали Блядь, сними страйки Блин, непонятно, как он это может сделать Наверное, он, блядь, их вручную отправлял, да, блядь Сам сидел О, ебать, мой стрим Ой, вернее, моя песня настриме у какого-то самповского хуесоса Ебать, кину-ка я ему страйки Сейчас ему пишут, типа, ебать, сними страйки Ой, блядь Не, пацаны, вы серьёзно, блядь, или чё? Желать человеку смерти За действия, которые он, блядь, не совершал Серьёзно И потом ещё возмущаться Ладно, давайте дальше смотреть И реакция самого Биг Бэйби Тейпа Меня не просто шокировала Я охуел от неё в край Человека просили снять страйки В комментариях особо такого негатива вроде бы не было Негатива не было Блядь, и он это Он опять обманул Он опять обманул, блядь, людей Это ебаный, блядь Какой разоблачитель, блядь Разоблачитель должен быть кристально чистый Кристально правдивый, блядь Проверять информацию по 300 раз, нахуй Чтобы, мало ли, там на кого-то травли не началось, да? Оскорблений вроде как не было, блядь Да тут травля, нахуй Началось, я просто Сейчас тут будет, я не знаю, видеоряд или скриншоты какие-то Да, я просто листаю на несколько сообщений ниже, блядь И тут люди пишут, блядь А ну-ка, страйки снял, блядь, я не понял Ты хули Артуру страйки кинул? Два, извинись Гандон застрайкал каналы, 345 лайков Так, идём дальше, идём дальше Верни Джокеру канал, ладно, похуй Идём дальше Тупой урод, нахер Самперам авторские права даёшь Блядь, пиздец, хуёво Сними страйки, сними страйки, сними страйки, блядь Ой, блядь, поднять щиты за самперов, блядь Норм страйки кидает людям, которые тебя пиарят уёбок Из-за тебя страдают стримеры и их аудитория И тут такого, я первые несколько сообщений прочитал, блядь Просто если пролистать ниже, блядь Тут просто пиздец Лайт Джокеру зачем страйки покидал козёл, блядь Пиздец Это что такое, нахуй Соси мои яйца, блядь Что это, нахуй Пошёл нахуй, люди пишут, блядь Ты еблан страйки кидать, нахуй И всё это при том, когда, блядь, Брайан Фьюри Он же, блядь, разоблачитель у нас Он же должен обо всех ситуациях знать Ты хули, блядь Самперов-то этих ебаных, блядь Блядь Головой в унитаз не окунул, когда у меня два из трёх страйков было Ты хули, блядь, не сделал хуйню-то эту, блядь Барен за правду, ебаный, нахуй Ты чё? Блядь, нормально, Брайан Фьюри? Нормальная хуйня? Или чё, получай? Я не понимаю Ну серьёзно, Брайан Фьюри Это как называется, блядь? Двойные стандарты, блядь? Или чё это, нахуй? Это называется, блядь, недоговариваю Потому что хомяки, блядь, не проверят Да, так это называется, блядь Я говорю Сы, там можете зайти в инстаграм, блядь Биг Бэби Тейпа Сами почитать То, блядь, как там нету оскорблений, блядь Буквально первое там несколько сообщений пролистал Там уже уёбок, уебан Я уверен, если ниже пролистать, там будет Мамку ебал, блядь Твой отец, нахуй На кресте распят Там какая-нибудь такая хуйня будет, блядь Серьёзно, блядь Оскорблений не было, блядь Охуительно Красавчик, блядь Блядь, не, красава Брайан Фьюри, блядь Лайк Пиздец Но если даже кто-то что-то там грубо высказывал Биг Бэби Тейп это весьма серьёзная публичная личность Это значит, что он не особо так должен поддаваться хейту Ебать Охуительная логика Если вы, нахуй, да хуя популярный, да Если вы там, а какой-то артист Заслуженный, там, незаслуженный Неважно, да То вас имеет право, блядь, оскорблять и устраивать на вас травлю, блядь Всякая вот эта вот самп-ютуберская шушера, да Там, я не знаю, с вот этими вот сотками подписчиков, да Вот эта вот хуйня вся имеет на вас право травлю организовывать Я правильно понимаю, блядь И вы должны всё исчерпеть и снять страйки после этого Ну, как бы, Брайан Фьюри, красавчик Не, красавчик, умело жопу-то, блядь, нализываешь Красавчик, блядь, далеко пойдёшь Которого там априори и не было И наш с вами певец народной эстрады Который воплощает просто немыслимые вещи в свой контент Делает такие сумасшедшие вещи, что люди теряют голову, сходят с ума Это всё сарказм Да, о вкусах не спорят, но всё равно Хоть убейте, хоть закидайте дизлайками Сделайте всё, что угодно Но для меня, к сожалению Или, может быть, к счастью То, что он называет музыкой Не является даже вот чем-то близко похожим на настоящую музыку Ну, то есть, вы, наверное, правильно понимаете Если вам не нравится какой-то исполнитель Там, или что-то наподобие того То вы можете без проблем нарушить закон об авторских правах Воспроизводя музыку, по идее Занимаясь незаконным копированием материала Как бы распространяя её на бесплатной основе Как бы, да, не принося статистику стриминговым сервисам В том числе ВКонтакте, в котором можно послушать музыку бесплатно Тем не менее, ваше прослушивание пошло бы в статистику А люди эту самую статистику как бы воруют Воспроизводя контент на своих стримах Без особой на то лицензии Без покупки прав и так далее И если, как бы, вам кто-то не нравится Разумеется, вы можете его критиковать Вы можете осуждать его творчество, да Но травлю устраивать на человека И оскорблять его за то, что он не делал Вы не имеете права никакого Понимаете, да, оскорбление, безусловно, вещь абсолютно точно субъективная Это ещё доказать нужно, что оскорбления были Но, как бы, сами понимаете Когда на, блять, под последней фоткой Люди массово пишут, начинают писать С ними страйки, гондон, уёбок, уебан Я твою мать, ебал твоего отца, блять, убивал Нахуй, ну, это можно такое сделать, да Потому что вы не считаете, как бы, музыку Биг Бэби Тейпа, музыка, я тоже не считаю Но почему-то я себе такой хуйни не позволяю Почему, интересно, да, почему Потому что я воспитан, может быть, нормально, да И не позволяю себе приходить куда-то, блять, и срать Вот прям вот под дом вот так вот приходить Вот я, многие меня обвиняют в том, что я какие-то разоблачения, критику Я хоть кому-то, хоть когда-то, блять, на какие-то личные странички заходил, блять Просил писать чё-то, спамить, блять Людей, как бы, от работы отвлекать возможно Просил когда-то, блять, нет Я на своём канале выражаю своё собственное, блять, мнение Люди в данном случае занимаются травлей Занимаются нарушением авторских прав И это вполне нормально Они считают, да Чего они считают, как, кстати, действующее законодательство Но Брайан и Фьюри на действующее законодательство, на всё прочее похуй Как бы для него там и травли не было, и травить Биг Бэби Тейпа могут, да Если, как бы, музыка не нравится Ну, логично, да Я, опять же, повторюсь, критиковать вам никто не запрещал У вас все законы есть Для того, чтобы критиковать, для того, чтобы спорить о музыке А его там так и написано В полемических целях имеете право использовать контент, как бы, без разрешения автора Но в данном же случае не было ничего Ну, и всё, как бы, забавно Вот эта хуйня по типу Это твоя бу, я её ебу, блять Ладно, хорошо, современные тренды, новое поколение Не будем за это говорить Но его ответка, которая была в сторисе Показывает, как человек относится к своей аудитории Зачем вы мне всё это пишете, долбоёбы Я к этой ситуации не причастен Никак повлиять на неё тоже не могу Пишите Ворнерам Я в душе не ебу, что это такое Скорее всего, своеобразные продюсеры Я молчал, когда по факту дистрибьюторов Ворнера, Мьюзик, Раша, блять Называли лейблом, нахуй Потому что дети больше ничего и не знают Я молчал, мне было похуй Пусть дети называют так, как им будет угодно Потому что и лейбл, в принципе Под это определение подходит Но по факту это, блять, дистрибьюторы Это те люди, которые выпускают, блять Треки этого самого Биг Бэби Тейпа И других людей на разных, блять, площадках Пизде, вы думаете, блять Литл Биг, нахуй, который там находится Он находится в лейбле, блять Литл Биг это, нахуй, и так лейбл Сука, это компания, блять Это, я не знаю, группа, да И это просто дистрибьюторы, блять Которые музыку, блять, выпускают и продвигают Какие, нахуй, продюсеры Какие, блять, нахуй, продю, блять Я не удивлен, что человек в законах Абсолютно точно не разбирается Я не удивлен в том, какую хуйню он будет нести, блять, дальше Когда он назвал просто дистрибьюторов, блять, продюсерами Пиздец Пиздец, блять, пиздец И скриншот, который он показал Что там не так Что не так, блять Биг Бэби Тейп нахуй ответил Что, блять, там не так Его, на него организовали, блять, травлю Он послал всех, блять, людей, нахуй Которые травили его, блять Сделал, в принципе, правильно В чем проблема В чем, блять, проблема заключается у людей, блять В чем Он рассказал то, как можно с этой проблемой справиться Написать Ворнером, блять Чтобы они всю эту проблему, нахуй, решили В чем проблема-то, блять Человек помог вам, нахуй, когда вы его затравили, блять Пиздец Я, я, блять Как, как эти люди до своих лет, блять Доживают Как, нахуй, как, блять Ну, ну, каким образом-то И это лайкают, вы поняли Это, блять, лайкают 2900 лайков на 515 дизлайков Кто эти, блять 2900, вы поняли Это пиздец Все, нахуй, все Ребят, мы все проебали Это конец Все, блять 2900 долбоебов Слушают уебана, которые в ситуации, блять Даже продюсеры, нахуй Ворнер Мьюзик, блять Блять Ребят Все Я не знаю Это крик души, нахуй Я не... Как? Как, блять Как эти люди в детстве себя не убили ложкой, блять Как они себе горло, блять, не вскрыли Почему? Почему? Как? Как они, блять До своих лет доживают? Как? А ведь эти люди в будущем Если сам YouTube закроется И все Они же в будущем Будут какими-то работниками, блять И ладно Если они просто таксовать Хотя нет, таксовать тоже такое себе Какая безобидная работа И ладно Если они улицы, блять Просто мести А что, если эти люди, блять Докторами станут, врачами, блять Они ж вам нахуй, блять Вместо того, чтобы аппендицит вырезать Нахуй Две почки срежут, блять И скажут Так и было Это пиздец Нам пизда Нам всем пизда А нам пизда еще Знаете почему? Потому что 2900 человек Детей Это лайкают Нам всем пизда Все, блять Мы все проебали Мы все проебали Единственное В данной ситуации Уважение Заслуживает Делорензи Который написал Что травить человека не надо Потому что это сделал, блять Не он Я ему написал Как бы Что произошло Вообще Что может быть Такое Он мне нормально В директе ответил Адекватно Адекватный Вполне человек Понимаете Делорензи Все этой шайки Блять Ютуберов Заслуживает Больше всего Уважения Больше всего Блять Без разницы Как я относился К его Вот этим Вот знаете Роликам Без разницы Абсолютно Делорензи В данном случае Самый Блять Адекватный Человек Самый Блять А у него Канал удалили Удалят На полмиллиона Человек Это самый Блять Адекватный Человек Понимаете Пиздец Это пиздец Ребят Я не знаю Как мы Дальше будем жить Что нас ждет Дальше Блять В 2020 году С этими людьми Нам всем Пизда Все Блять И разбирайтесь Уже с ними Во первых Почему Долбоебы Я даже Не смею Предполагать То что Бог Современной Музыки Биг Бэйби Тейп Посмотрит Этот видос Но все же Неужели Ты и вправду Думаешь Что среди Этих Названных Тобой Долбоебами Людей Нет Твоих Фанатов Которые Может быть Тебя Поддерживали Даже С самого Начала Эти люди Как и смотрели Самп Ютуб Так и могли Слушать Твое Творчество Вот Сука Просто Трясет От этого Слова Брайан Фьюри А ты Мне Просто Скажи Ты Вот Мне На полном Серьез Без приколов Без Рофлов Если Смотришь Данный Видеоролик Скажи Ты Скорее Всего Смотришь ЦИМ Это 100% Вероятность 99% Нельзя Ни насчет Чего Будь уверен На 100% Скажи Мне Брайан Фьюри А нахуй Нужны Такие Люди Блять Которые За малейшую Ошибку Даже Не С твоей Стороны Зафлудили Блять Травлю На тебя Устроили Поддержали Не они Устроили Травлю А поддержали Людей Которые Начали Тебя Травить Или Биг Бэби Тейпа В данном Случае Кому Они Нужны Блять Пусть Идут Они Нахуй Блять И те Люди Которые Меня Затравят Блять За Ошибку Созданную Даже Не мной Свои Ошибки Я всегда Признаю Всегда Действительно Моя Ошибка Была А в данном Случа Это сделал Даже Биг Бэби Тейп Нахуй И его Затравили Блять Конечно Он Нахуй Пошлет Чего Вы еще То Ожидали Мне Что Человек Который В этой Сфере Обладает Очень Большой Популярностью Должен Быть Как Минимум Компетентен В таких Вещах То Долбоебы Это Люди Которые Тебя Слушали И Попытались Помочь Своим Кумирам В Сам Ютубе На Сам Ютубе Чьи Видосы Они Так Ж Смотрели Так Стоп Разрешите Снова Доебаться А Представим Если Была Обратная Ситуация И Она Бы Случилась С Биг Бэйби Тейпом Его Бы Закидали Какими То Там Страйками Какими То Там Страйками Закидали Какими То Блять Там Страйками Какими Страйками Какими Блять Где На Музыкальных Сервисах Блять Где Нахуй Если Какая Муза Какое Произведение Да Созданное Биг Бэйби Тейпом Будет Нарушать Авторские Права Блять На него Подадут В суд И Проблему Будут Решать Блять В суде А если Его Как-то Незаконно Блять Там Удалят Нахуй Его Вот эти Все Произведения За Это Возьмется Лейбл Блять Вы Уебаны Кончены Вы уже Блять Меня Нахуй В эту Хуйню Склонили Блять Лейбл Этим Будут Заниматься Дистрибьюторами Блять Потому что Это их Работа Будут Своих Юристов Подключить Своих Прочих Людей И Тем Самым Блять Все Тем Самым Блять Ну Разберутся В ситуации Блять Он Не будет Как долбоеб Сидеть Блять Просить Своих Фанатов Блять Своих Вот этих Как Их называют Брайан Фьюри Блять Не будет Просить Их Блять Повлудить Где-то Там Не будет Такого Блять Потому что Нормальный Человек Блять Дистрибьюторы Для этого Есть Прочие Люди Которые Данные Проблемы Блять Решают Че За Хуйня Блять Че За Хуйня Блять Ну Алло Брайан Фьюри Блять Ты Оклеветал Только что Человека Ты только что Подержал Травлю Человека Блять Такое Даже Ютуб Не одобряет Если Пожаловаться На ролик Брайана Фьюри Чего Делать Как бы Не советую Просто Есть Такая Возможность Если Пожаловаться Просто За то Что Человек Травлю Поддерживает Другого Человека И Говорит Что Это Нормально И Сам Пытается Затравить Человека То Ролик Как бы Забанят Ну Просто Вот Так Тебе Говорю Как Человек Знающий Правила Ютуба Ну Как Блять Для детей Из интернета Конечно Я Просто Музыку Включил Я Просто Я Ничего Не делал Блять Я Я Ж Ничего Я Ж Не Оскорблял Никогда Вот В том То И Дело Блять Если БЫ Нахуй Хоть Че То Говорили Хоть В каких То Целях Нормальных Блять Использовали Никаких Вопросов БЫ Не было И Если БЫ Они Возникли Решали БЫ Вопрос В суде А в данном Случа Если В суд Кто То Из В другую Комнату Просто По факту Давай Людям Посмотреть Фильм Незаконно Абсолютно Точно Пиратский Фильм Незаконно Скопировав Содержание То же Самое У вас То же Самое У вас Произошло Блять Это Нахуй Нарушение Авторских Прав Пиратство Блять Как угодно Называйте Это Разные Немного Законы Тем не Менее Ну Блять Что Нахуй Дети Хоть Немного Думать Это Блять Могут Прежде Чем Делать Нахуй Или Что Она Или Я Ж Не Зарабатывал На Это Долб Блять Долбоеб Если Ты Воспользуешься Статьей Блять Которой У нас В Открытом Доступе Которую Ты Можешь Почитать Для 1274 Ты Можешь Блять Использовать Контент Для Критических Целей Для Прочих Целей Блять Можешь Нахуй И Ничего Тебе За Это Блять Не Будет Сука Тупая Блять Мразь Конченная Пиздец И люди Его Фанаты Пошли Бо Фудить Сампера Тогда Получается Они Не Были Б Долбоеб А Сам Биг Бэйби Тейп Как И Был Лицемерной Шестеркой Так Он Ею И Останется Ах Да То Что Он Шестерка Мне Еще Надо Доказать Все Больше Ничего Не Нужно Я Не Хочу Там Сидеть Че Там Копать Какие Разоб Наху Мне Это Нужно Именно В Одном Этом Сторисе Заключается Вся Сущность Этого Человека Как Он Относится К своей Аудитории Просто Долбоебы На Этом Все Второй Момент В этой Истории Это То Что Человек Пишет Прямым Текстом Я Здесь Ничего Сделать Не Могу Поэтому Отъебитесь От Меня И Идите К Моим Продюсерам Ну Ёб Твою Рот Вот Вы Понимаете Вот Такое Охуенное Высказывание Почему Ты Не Можешь На Это Повлиять Это Же Твоя Песня В После Того Как Биг Бэби Тейп Выходит Из Этого Блять Ворнер Мюзика Блять Принадежат Ворнер Мюзику Блять Просто Нахуй Ну Что В чем Проблема Да Песня Твоя Песня Биг Бэби Тейпа Но По документам Блять Она Является Собственностью Ворнера Мюзика Точно Так же Как По документам Блять Ваши Видеоролики На ютубе Являются Собственностью Блять Ютуба А не Вашей Ну Вполне Нормально Блять Поэтому Ютуб Вполне Спокойно Может Сам Рассылать Страйки За Ваш Контент Точно Так же Было У Ангела Касада Когда Ютуб Сам Рассылал Потому Что Правами На Контент Владеет Ютуб И Точно Так же Блять Правами На Музыку Биг Бэби Тейпа Владеет Не Биг Бэби Тейп Блять А его Нахуй Дистрибьюторы И так Везде Так Нахуй Везде Даже Если Ты В лейбле Блять Даже Если Ты У Продюсеров У Каких Нибудь Ты Правами Блять Не Обладаешь Никакими Твое Дело Воспроизводить Контент Их Дело За этим Самым Контентом Следить За Авторскими Правами За Дистрибьюцией Всего Этого Чтобы Все Это Приносило Доход Пиздец Это Бля Ребят Мы Все Мы В жопе Нахуй Это Залайкали Вот Это Вот Хуйню Залайкали То есть Человек В своей Фразе Сам Себя Блять Убил Но Эту Хуйню Залайкали Почему Так Произошло Непонятно Абсолютно Точно Никому Пиздец И Наказание Которое Следует За Нарушение Авторских Прав Выбираешь Тоже Ты Не Прошло 10 секунд С момента Того Как Я Опять Начал Воспроизведение Данного Блять Видеоконтента Видеоматериала И всего прочего На Видеохостинге Блять Ютубе Как Брайан Фьюри Опять Запостил Хуйню Но Тут Блять Я Уже Если С Лейблами Блять Дистрибьюторами Нахуй С Продюсерами Еще Можно Было Допустить Можно Было Перепутать Что Человек Не Шарит Блять Ну Наказание Это Блять Наказание За нарушение Авторских Прав Устанавливают Действующие Нахуй Законодательства Действующие Нахуй Законодательства И именно По этому Законодательству Блять Тебя судят Это пиздец Не По такой логике Это ж пиздец Если у тебя Убили Нахуй Кого-то Из твоих Родственников Блять Или тебя Убили То Наказание За Как бы За убийство Выбирают Твои Родственники Да, убили же их родственника, блять Поэтому наказание выбирают они А они хотят, чтобы казнили человека, допустим Вот так это работает, блять Наказание, блять, установлено В действующем, нахуй, законодательстве Человек несет хуйню Почему это смотрят? Почему? Как, блять, как? Неужели нельзя было с самого начала придумать Такой маневр, что, типа, надо Повесить для начала народ о том, что якобы Если в каких-то видосах или на каких-то Прямых трансляциях засветился Один из твоих шедевров То необходимо это пресечь и в дальнейшем Такого не повторять Но когда людям прилетают страйки сразу после того Как они послушали на стримах твои великолепные Песни, конечно, они будут тебе За это предъявлять, ибо раньше на ютубе Такого не было, чтобы за песни давали Страйки и даже удаляли Блокировали каналы Охуительная логика, блять, на ютубе раньше Такого не было, значит, это делать можно А то, что закон о нарушении Авторских прав, блять, доступен С 1996 года, блять, написан И последний И в редакции с 2003 года, да На это вообще похуй всем, да На ютубе ж не написано А на ютубе ж, блять, не написано прямым текстом Что нельзя человека с моста нахуй скидывать Значит, такие действия вполне правомерны, да Блять, Брян Фьюри Раньше же за такую хуйню, блять, никого не банили На ютубе, там же не прописано Что нельзя человека с моста, блять, скидывать Значит, блять, ну это можно делать, да Так, блять, эта хуйня работает Или чё нахуй Пиздец, блять, как? Я не знаю, сколько раз за эту реакцию, блять Я спрошу, как человек Дожил до своих лет, блять С такой хуйня, с такой, блять Моделью, блять С такой манерой мышления, блять Как? Как он дожил, блять, до своих лет? Почему он ложкой себя не убил, сука? Если ты не можешь повлиять на то, какое наказание следует за нарушение авторских прав по отношению к твоему контенту Получается, ты шестерка в лейбле, которые не имеют ни малейшего слова То продюсер, блять, то лейбл Ты нахуй определись, сука тупая, блять Ты определись в том, чё ты несёшь, сука Это стыдно уже, блять Это стыд, ебаный, сука Определись, нахуй Это невозможно, блять Юристы, нахуй Посмотрев твой ролик С окошек, блять, попрыгают Ты останови их, нахуй, блять Мне, как человеку, знающему, блять От силы, там, ну, я не знаю Несколько десятков законов, блять Уже больно на всю эту хуйню смотреть Как юристам, которые знают все законы вдоль и поперёк Смотреть хуйню твою, блять Это ж пиздец Это пиздец, блять Это пиздец Человек думает, что, блять Законы в нашей стране, в Российской Федерации Пишет, блять, Big Baby Tape Пиздец Ведь это же он устанавливает какую-то меру пресечения, блять Пиздец Блять, нет Все Я не могу, блять Как? Почему люди такие существуют? Почему, блять? Почему? Я не знаю, ребят Как? Плакать охота Плакать, блять, охота С того, что такие люди, блять Со мной на одной планете На одной земле живут, блять В одной стране со мной люди живут, блять Пиздец Это пиздец, ребят Я не знаю Я сдаюсь Это невозможно, блять Это пиздец И при всем при этом Его не задизлайкали Находятся люди, блять Две тысячи, три тысячи человек По факту Которые во всю эту хуйню, блять Согласились с ней Согласились, блять Пиздец Это все Это крах Лично для меня Это понятные и банальные вещи Я могу эту ситуацию Очень легко проанализировать И сделать грамотные выводы Но так как у нас Большая часть аудитории Состоит из детей Они не могут до этого догадаться сами Им надо постоянно все прояснять Вот такая в целом Тема, друзья Я не знаю Какой исход будет У сего конфликта Но лично мне будет интересно Все же последить за тем Как будут развиваться В дальнейшем события Я попытался вам объяснить Кого из себя представляет Этот знаменитый Псевдо-рэпер Создатель мировых шедевров Хитов Я не знаю Какие еще слова Можно здесь конечно же Применить Мне не хватает Просто русского языка Я долбоеб И этим все сказано В общем-то Все этот кошмар Наконец-таки закончился Тут есть еще Несколько секунд Но даже если он За все это время За все вот эти Оставшиеся секунды Извиниться И скажет Что это пранк Блять Это его не спасет Да Там есть еще Несколько секунд Видеоматериала Видеоконтента Но это его уже Блять Не спасет Такой хуйнина Говорить это еще Это надо ж Выдумать Блять Это ж надо Постараться Нахуй Мне больно Мне больно За всем этим Блять Смотри Мне больно За тех людей Которые это лайкают Которые с этим согласны Это ж будущее Блять Работники Каких-то Учреждений Государственных Негосударственных Любых Блять Как Как люди-то Блять На планете живут Пиздец Мы пропали Все пропало Все пропало Блять Все мы Мы все Мы не люди больше Мы животные Ебаные Я не знаю Нас все Настолько Блять Ядерная бомба Нахуй Излечит От всей этой хуйни Я не знаю Как по-другому Можно сказать Это пиздец Ой Ладно Всем спасибо За просмотр Данного Видеоролика Надеюсь Больше Брайан Фьюри Не будет лезть В темы Которые касаются Юриспруденции Какого-то права И Многого другого Это просто невозможно Всем Спасибо Всем Пока У нас В Сампе Аудитория Может пойти На все Она сплоченная И она Очень И очень Суровая Поэтому Если эти страйки Не снимут Я даже не представляю Что будет С Биг Бэйби Тейпом Как сильно Его захейтит Как минимум Самп Аудитория Она насчитывает Очень много Человек Так что Как говорится Будем посмотреть Субтитры